Субтитры делал DimaTorzok 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 Характеристики. Дорогие друзья, снимаем отзыв. Я с вами уже много общаюсь. Хотел бы послушать представителей компании Skyway. Их мнение о нашем Unicar. Какое его качество по сравнению с другими представленными моделями. Супер. Компании. И о перспективах ближайших, которые нам рассказывает Виктор Поборин, присутствующий. И Сергей Сибиряков. Качество супер. Вот, честно сказать, за вот этой стеночкой, вот там у нас RGD, а за ней Volga Bass. Ребят, если придете, потрогайте. А мы туда сейчас пойдем. Ну, кстати, да, сходите, да, сравнительный тест, тест такой. Ну, качество не фонтан, то есть здесь же супер. Смотрите, кожа, давайте, получается-то как. И вон там кнопочка. Нажми кнопочку. Втерну. Втерну. Да, да. Ну, не нажим. А, красненьким загорелась. Все супер. Нет, вообще, качественно, действительно, не стыдно. Вот не стыдно, замечательно. Даже вопрос не то, что не стыдно, а здесь уютно находиться. Да. Нас бабулин отсюда выгоняет. Я зашла, когда в эту кабинку, там переговорные. Вспомнила фильм «Гостей из будущего». Помните раньше? Да. «Гостей из будущего». Вот я реально зашла, что ты такой? Сто лет, это самое, да? Вперед, да, время вперед. Но это специально, а не специально они подограли? Специально такую музыку? Ну, очень много, но вот это скалончики, то двери, там такие, там. Ну, это понятно, что это все-таки пригород. То есть это не для города, потому что, ну, смысл такой объем. Либо это что-то такое... Премиальное. Премиальное, да. То есть за это надо заплатить денежку. Вот, потому что в основном, конечно, концепция, вот если мы смотрим сейчас как раз на Юни-бас, там все-таки стоячие места. То есть, ну, горизонтальный лифт. Это понятно, да? По 6 человек, то есть 42 человека. То есть там 40 километров до, соответственно, пригорода, ну, не пригорода, а города, там, ряда Первоуральск у нас там 2. Средние полчаса езды как раз сидячим положили. Ну, там не и полчаса, наверное, минус 20, наверное, будет все-таки движение. Ну, уже людям, да, для того, чтобы люди сидели спокойно там, не стоять, естественно. Сразу вспомним, традиционно на стенде Skyway максимально, ну, можешь посмотреть, да, как всегда большой ажиотаж, можно сказать, аншлаг. Я проходил специально сегодня по всей выставке, ну, максимально, когда очень много людей, это, как правило, выходят в какой-нибудь конференции чиновники. Вот чиновников много, причем они все в форме такие ребята, там все замечательно. У нас здесь простые люди, много акционеров, люди, которые приехали сюда специально для того, чтобы поддержать, посмотреть, куда пришли деньги и как это все реализовать. Ну, все работает, друзья, друзья, все, и мы движемся очень активно, то есть в Екатеринбурге, если следите за новостями Skyway, то есть там процесс идет. В общем, в принципе, нащупываем, как реально делать эти проекты, то есть чиновникам пробиваемся и начинаем работать с экспертами, что очень важно. То есть на будущее, если люди, кто будут специально делать вот эти адресные проекты, запомните, что надо изучить всех экспертов разного направления, градостроителей, транспортников, экологов, там, я не знаю, еще урбанистов, и с ними начинайте работать, убеждайте, чтобы они стали вашими сторонниками. Потому что просто к чиновнику, если вы придете, вы, простите, улыбаются, скажут, что в конкуренции нет, и, собственно говоря, на этом все закончится. В следующий раз к ним придете, они будут на вас смотреть, чистым глазом ничего не происходит. Риски еще большие пока. А экспертами вы поддавите их, то есть когда уже эксперты будут все в один голос говорить, что это хорошо, ну вот тогда будет праздник. Ну, как-то так же. Ладно, дорогие друзья, не будем затягивать трансляцию, опять же призываю вас к тому, что инновации не стоят на месте, народное участие, то есть посредством краудфантика, краудинвестинга, можно принимать участие в больших бизнесах. Такой большой бизнес является Skyway. Это огромная компания, которая в скором времени станет корпорацией. И у вас сейчас есть уникальная возможность стать совладельцем этого бизнеса, акционером. Компания развивается посредством краудинвестинга. Так что заходите на официальные источники, изучайте информацию. Заходите на официальный сайт компании rsvassistance.com. Заходите в официальную группу ВКонтакте, очень много информации там дается. Заходите на сайт юницкого, юницкий.com. Вся информация представлена, компания открыта. И приезжаете на действующие демонстрируционные участки, как технопарка в Белоруссии. Мы активно развиваемся и в ближайший год уже, я думаю, насчет строительства уже первых адресных проектов, это, скорее всего, будет Индия. Ну, два слова можно. Я сегодня с Бабурином разговаривал, то есть, собственно говоря, там строительство началось, то есть идет проектная часть. То есть это часть, простите меня, адресного проекта, и уже строительство началось. И вот сейчас проектируют. Об этом мало кто говорит, то есть, собственно говоря, никто это не рекомендует, но вот так по секрету, по всему свету я... Ну, то есть потихоньку... Потихоньку это все идет. Процесс идет? Да. Но время, простите, и сказал сразу, время не бесконечно. То есть есть определенный дедлайн. Скоро все равно это все закроется, не бесконечно. Следующий этап будет уже с января месяца, в любом случае будет переход на следующий этап развития, и, следовательно, у нас их всего 15, сейчас будет переход на 11-й, и, следовательно, осталось 4, которые очень быстро закроются. В общем, дорогие друзья, смотрите следующие выпуски, скоро будут. Всем пока, всем хорошего настроения. Пока, пока.